Итак, сегодня мы рассмотрим аппараты защиты, которые применяются при установке солнечных панелей, которые размещены на крышах дома, на открытом пространстве, на перголах, навесах и так далее. В начале видео хочу сказать, что все эти элементы и весь монтаж нужно проводить обязательно, соблюдая технику безопасности. Непрофессионалам работать с ними категорически запрещено, потому что есть такие тонкости и такие специальные, скажем так, моменты, которые должен все-таки производить именно человек, имеющий образование, который имеет право настраивать, подключать и отключать все эти приборы. Так как эти приборы защищают в том числе от молнии, от перенапряжения, проводящие электромагнитный импульс во время грозы, соответственно, все работы, связанные с подключением заземления, грозозащиты, молниезащиты и установки всех приборов необходимо делать в тот момент, когда нету на небе признаков грозы, собирающейся грозы, облаков, дождя и так далее. Я думаю, вы меня поняли. Еще раз, друзья, повторюсь, что для того, чтобы произвести заземление пергол всех частей, которые могут подвергаться опасности попадания молнии, естественно, нужно заземлять. А теперь переходим к аппаратам защиты, которые необходимо устанавливать обязательно на солнечные станции, на солнечные панели, смонтированные на перголах, на открытом воздухе, на крышах и так далее. Мы сегодня поговорим как раз в том числе и об этом. Ну, начиная с простейшего элемента, это обычный предохранитель. Вот такой вот картридж вставляется внутри, вот такой порт. То есть сюда можно разместить различных номиналов предохранителей. В данном случае мы видим 25 А, что достаточно для наших сетей. Простенькая конструкция, недорого стоит, легко открывается, соответственно, просто меняется сам предохранитель. Таким вот образом вставляется и закрываем. В качестве простого элемента, да, можно использовать, никаких проблем не вызывает. Напряжение, на которое рассчитан этот порт, до 1100 В постоянного тока. Формат, многие производители делают своего формата. Это универсальный формат, здесь их подходит 10 на 38. Соответственно, я сейчас приближу, наверное, вы это все увидите. Следующим элементом, который также можно использовать в качестве замены предохранителя, можно использовать автоматы для постоянного тока. Этот автомат также рассчитан на ток 25 А. В качестве удобства, в принципе, примерно одинаковое. Работает все то же самое. Также, ну, единственное, что все-таки это автоматическая защита здесь предназначена именно для постоянного тока. И в случае, со случаем, вернее, с предохранителями, с предохранителями сгорает, то автомат, естественно, просто отключается. Его можно просто включить, не требует замены самого вставного картриджа, как вот в этом предохранителе. Был такой вопрос, кто-то не совсем точно перевел, что для того, чтобы подключить солнечные панели к инвертору ADI, не нужно заземлять. Не совсем правильно формулировка была. Заземлять пергул обязательно все элементы, которые металлические требуют заземления. Для этого есть инструкции, технические циркуляры и так далее. Но вот во многих местах вы прекрасно знаете, что есть у нас шина PE, есть шина PN. И, соответственно, заземляющий контур. Так вот, именно в сетях постоянного тока минусовую клемму, минус, который идет именно от солнечных панелей, категорически заземлять не разрешено. Вот это имелось в виду в инструкции, потому что многие часто решают и думают, что минус от солнечных панелей это то же самое, что фаза, вернее, то же самое, что ноль в переменном токе. И в некоторых местах делают так называемую PEN в шину. То есть PEN это защитный и нулевой проводник, соединенный к заземлению. Соответственно, в постоянном токе это делать категорически запрещено. И в связи с этим мы переходим к следующему аппарату. Как же заземляется нулевая жила, скажем так, да, или как их заземляет в солнечные панели, которые, сами провода, которые могут попасть под перенапряжение в случае газы, в случае молнии и так далее. Для этого используем вот такой вот прибор. Это прибор защищает от перенапряжений. Рассчитан он именно этот на постоянный ток. Сверху вы видите, что можно подключать положительную, отрицательную жилу вот сюда. И с этой снизу вы видите, что шина PEN и заземление подключается вот в эту часть. Сам элемент вот этот вот сменный. То есть в случае, если прошла гроза или молния попала в вашу установку, элемент переводит флажок из зеленого в красный. И, соответственно, эта часть, она таким образом снимается. То есть она подлежит замене. Единственный минус, что действительно вы должны иметь запас вот этих вот элементов, которые подлежат к замене, и, соответственно, обслуживать вовремя электроустановку. То есть этот элемент обязателен для установления в солнечных системах. Данная модель имеет еще также дополнительные контакты, которые имеют предназначение нормально замкнутые, нормально разомкнутые для сигнализации, для подключения к системам мониторинга, дополнительным программным продуктам и так далее. То есть без этого, естественно, устанавливать не рекомендуется, потому что выход из строя инвертора после грозы – это все-таки дорогостоящее событие. Ну и, конечно же, для того, чтобы подключать переменный ток к инвертору, также устанавливаем так называемый УЗИП Т2. Кстати, это тоже может использоваться как УЗИП Т2 и Т1. Т2 рассчитан на 20 кА, а Т1 рассчитан на 6,25 кА. Соответственно, это для постоянного тока, это для переменного тока. Для переменного тока здесь стоит лимит 275 Вольт. То есть в случае, если импульсное перенапряжение превысит 275 Вольт, то этот элемент создаст внутри короткое замыкание на землю и при этом отработает автоматозащиты, который должен находиться рядом. И при этом у вас не произойдет выход из строя из самих плат тиристоров инвертора. То есть вот эти вот элементы обязательны для установки, для того, чтобы продлить срок службы солнечной электростанции, инверторов на полупроводниках и так далее. То есть, соответственно, здесь также имеется съемный вот этот элемент. Он немножко закреплен намного сильнее. То есть двумя руками можно выдернуть. Сейчас попробую. Вот так вот эти элементы вытаскиваются. Первоначально требуется некоторое усилие. Внутри находится обычный варистер, который пропускает напряжение при определенных лимитах, которые указаны, соответственно, вот на этом, на лицевой части этого прибора. Вот с таким элементом я вас познакомил. Помимо всего этого, естественно, устанавливаем обычные автоматы, автоматические выключатели, которые имеют тепловую токовую защиту, дифференциалы и так далее. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите свои, как обычно, замечательные комментарии. Не забывайте рекомендовать канал своим друзьям, специалистам, которые занимаются монтажом солнечных панелей. Подписывайтесь, ставьте лайки.